Семь домов в микрорайоне Покровский, брошенные обанкротившиеся компанией стройтехники, должны быть достроены. Дольщикам, вложившим деньги в будущие квартиры, готовы помогать и городские власти, и союз строителей. Дело за малым. На предстоящем собрании кредиторов стройтехники людям необходимо проголосовать за создание жилищно-строительного кооператива. Иной возможности завершить стройку просто нет. О ситуации, сложившейся со строительством домов в микрорайоне Покровский, так или иначе слышал, пожалуй, каждый красноярец. Еще в 2008 году подрядчик компании стройтехника приостановил строительство. С тех пор люди безрезультатно обивали пороги судов. К решению проблемы подключились союз строителей Красноярского края, городские власти и депутаты, и региональное правительство. Сегодня стройтехника в стадии банкротства. В компании введено конкурсное производство, а перед дольщиками по-прежнему стоит вопрос, как получить свои квартиры. Более трех миллиардов это долги стройтехники, из которых примерно половина это кредиторы по поставкам, по подрядам и так далее. А остальная часть это люди, дольщики, которым стройтехника не отдала. Участники строительства, как называют закон. Столько имущества, конечно же, у стройтехники нет. Закон предусматривает лишь два способа удовлетворения требований участников строительства при банкротстве застройщика. Либо создание ЖСК, жилищно-строительного кооператива, либо продажа имущества компаний с торгов и возмещение убытков за счет вырученных средств. По единодушному мнению специалистов, последний вариант для дольщиков не выгоден. Все недострои стройтехники имеют недостаточную готовность и оцениваются вместе с земельными участками примерно в 650 миллионов рублей. Другого имущества у компании просто нет. А в случае выставления незавершенки на торги, покупатели еще и собьют цену. Вырученные деньги не покроют внесенных дольщиками сумм. Тем более, что их требования, согласно закону, будут удовлетворяться в последнюю очередь. Они автоматически переходят в стройте в четвертую очередь. Никто не лишает их права требовать своих денежных средств, которые они вложили в данную стройтехную компанию, в стройтехство своих домов. Но, по большому счету, эти денежные средства ничем не будут обеспечены. Если не будет создана ЖСК, по нашим оценкам, это пойдет, по закону пойдет в распродажу, от 650 миллионов, возможно, останет гораздо меньше. Поэтому люди получат и так-то бы минимум того, то есть мы посчитали, если при прямой продаже за эти оценочные деньги, это наполнение порядка 15% от того, что люди когда-то заплатили. А если еще со снижением, то это вообще крохи. Единственный реальный шанс не потерять вложенные деньги и получить квартиры создать ЖСК. Это одна из форм потребительского кооператива. Вступить в ЖСК имеют право все дольщики. При этом они уже не будут отвечать за долги стройтехники и смогут привлекать на достройку домов банковские кредиты по закону Красноярского края с покрытием процентов по кредиту из бюджета. Суть в том, что он становится собственником этого дома, собственником земельного участка, на котором он находится. Члены этого кооператива могут нанимать любую строительную компанию, которую посчитают нужным, уже не связываясь с какими-то сомнительными застройщиками типа стройтехники. Подобный опыт достройки незавершенных домов самими дольщиками в Красноярске есть. Речь идет о многоэтажке по ботаническому бульвару, который бросила все та же стройтехника. Граждане и инвесторы создали некоммерческое партнерство, выбрали надежного подрядчика и успешно завершили строительство. Мы сами руководили своими деньгами. Мы боялись истратить куда-то копейку. И мы рады, что мы пошли этим путем, мы достроили свой дом, что мы не стали уповать на то, что нам кто-то поможет. И я бы советовала всем это сделать. Надо заметить, что сейчас большинство обманутых дольщиков стройтехники все-таки склоняются к созданию жилищно-строительного кооператива. После чего необходимо будет забрать землю и не достроив собственность ЖСК. Мы готовы все, что есть в стройтехнике, это 9 домов на сегодняшний день, 4 земельных участка, на которых они стоят, большие, неделимые, передать людям в этот самый жилищно-строительный кооператив, который они создадут. Вариант создания ЖСК для решения проблемы обманутых дольщиков стройтехники поддерживают и городские власти. Сейчас администрация Красноярска помогает инвесторам в оформлении и получении необходимых документов. Собрание кредиторов стройтехники состоится в понедельник, 22 апреля в здании Микс Макс, улица Телевизорная 1, строение 9. Регистрация участников начнется с 11 часов, а само собрание стартует в 14.00. Тогда и решится дальнейшая судьба микрорайона Покровский и обманутых дольщиков. Субтитры создавал DimaTorzok